здравствуйте уважаемые гости и подписчики нашего канала 3 и 4 февраля начала посев перцев в этом году решила сеять пораньше потому что в прошлом году сеяла в конце февраля а выдергивала перец в октябре когда наступили заморозки перец был весь в цветах и завязях то есть не успел полностью отплодоносить в прошлом году семена на всхожесть не проверяла и поэтому много семян не взошло оказались пустыми нынче решила перед посевом проверить семена на всхожесть тем более это недолгий процесс и потом зато не надо гадать зайдут семена или нет итак беру пол литра воды комнатной температуры добавляю туда одну столовую ложку соли хорошо перемешиваю до ее растворения сначала проверю семена из покупного магазинного перца осенью покупаю в магазине один крупный болгарский свежий перец вынимаю из него семена и хорошо просушиваю а затем складываю в пакетик этим семенам уже третий год высыпаю в соленую воду семена перцев и перемешиваю оставляя на 10-15 минут в это время готовлю розовый раствор марганцовки для обеззараживания семян и так 15 минут прошло как видите наверху плавает очень много семян это пустые семена их я вынимаю ложкой и выбрасываю они не годны к посеву на дне остались семена которые годны к посеву делаю из салфетки бумажный фильтр и сливаю воду семена остаются на фильтре раскладываю их на сухую бумажную салфетку и подписываю далее также проверяю покупные семена из пакетиков результат такой как аду f1 из 6 семян только два годных к посеву остальные пустые золотой бочонок из пяти семян одно семечко годное следующий этап обеззараживания в растворе марганцовки семена складываю в покупные и очень удобные пакетики из нетканого материала многоразового использования подписываю их чтобы не перепутать обычно ставлю цифры а на листочке пишу цифру и название культуры погружаете пакетики в раствор марганцовки на 15 минут после этого помещаю их в банку с обычной водой для промывания а затем раскладываю на салфетки для просушки итак семена к посеву готовы я не сию семена в землю а пользуюсь так называемыми закрутками позже я скажу почему применяю именно такой метод для закрутки нужен мусорный неразвернутый пакет у меня светлый это не принципиально можно другого цвета раскладываю его на столе сверху стилю сложенные пополам обычные бумажные салфетки далее делаю разметки если у вас много семян и все они одного сорта то разметки делать не надо но у меня три разных сорта поэтому я отрезаю полоску малярного скотча приклеиваю к салфетке и подписываю название сорта водостойким маркером сбрызгиваю салфетки водой из пульверизатора раскладываю семена на расстоянии одного сантиметра друг от друга отверха где-то пол сантиметра сбрызгиваю водой из пульверизатора накрывая сверху еще одной салфеткой и еще раз обильно сбрызгиваю водой и скручиваю закрутку отрезаю полоску малярного скотча подписываю водостойким маркером название закрутки и ставлю дату посева и приклеиваю эту этикетку на место стыка закрутки в пластиковый стаканчик наливая немного воды где-то сантиметра полтора-два и ставлю в него закрутку а стаканчик закруткой помещаю в прозрачный полиэтиленовый пакет который завязываю ставлю стаканчик в теплое светлое место прорастать перцу лучше при температуре от 27 до 30 градусов это оптимальный режим для быстрых всходов при замедленном прорастании в растении могут показать замедленный рост при температурах ниже 25 градусов возможно всходы и на 20 день или их полное отсутствие из-за загнивания я ставлю пакет возле печки можно и возле батареи если она не слишком горячая раз в три дня опрыскиваю водой с эпином из пульверизатора после появления всходов стаканчик из полиэтиленового мешочка вынимаем и ставим под фитолампу или в теплое светлое место с температурой плюс 23 25 градусов контролируем воду стаканчики чтобы не пересыхала вовремя подливаем уровень воды такой же полтора-два сантиметра рассада адаптируется дней 5 а потом рассаживаем по стаканчикам не прищипывая корешок почему же я все-таки предпочитаю сеять в закрутке посмотрите какие длинные корни отращивает растение в закрутках у себя на родине в америке перец отращивать длинный стержневидный корень это очень важно корневище уходит в глубь грунта где находит влагу спасается от жары пикировка прищипывание корня формирует поверхностный тип корневой системы со множеством боковых мочковатых корней перцу это не нравится снижается количество потребления влаги питания а также снижается жаростойкость и засухоустойчивость лучше длинный корень а не мочковатый в закрутке перец отращивает длинный корешок который ищет воду и питания я его не прищипываю при пересадке в землю а стараюсь сохранить желаю вам хороших урожаев буду рада если видео оказалось для вас полезным ставьте лайки пишите комментарии и оставайтесь с нами будем вместе наблюдать за развитием перца для вас полезным ставьте лайки пишите комментарии